Едем так же, ёлочкой, вперёд! На Чёрном озере настоящие каникулы. Сегодня мастер-класс на катке. Учат правильно ездить и падать. Парк на эти зимние выходные самый популярный. Каждый день около двух тысяч гостей. Каток, площадка новая, вернее, хорошо забытая, старая. Чёрное озеро — это моё детство. Со дворов мальчишки собирались, заливали, катались, играли в футбол, хоккей. А сейчас замечательно, красиво и хорошо, и удобно. И детям тоже удобно. Людей много там, здесь, и это классно. Атмосфера, очень красиво вокруг. Работал каток и в саму новогоднюю ночь. Больше трёх тысяч посетителей. Цифра превзошла ожидания организаторов и заставила сделать выводы. Здесь было очень весело. И много было людей, которые даже не сидели дома, вышли на улицу и встретили Новый год. Это даже радует, что как бы нетрадиционное опразднование Нового года. В этом прокате помещение рассчитано само по себе на 200 пар. Но нам пришлось увеличить, так как спрос очень большой. До 250 пар пока. Следить приходится и за льдом. Его заливают перед открытием каждую ночь. Нестабильная погода диктует свои условия. К примеру, вчера из-за потепления каток вовсе не открылся. Но сегодня снегопад. С утра лёд успели расчистить, но технический перерыв придётся пройти ещё раз. Активный отдых во всех районах Казани. Благо парков хватает. Горкинский лес в топе, несмотря на расположение. Горкинский лес, в отличие от центральных парков, является парком со спортивным и экологическим уклоном. Поэтому гости, которые приходили в этот парк, с удовольствием проводили время именно в активном режиме. Катались на тюбингах, на лыжах, на санках. И здесь в активном режиме больше двух тысяч человек каждый день. Дома надоело сидеть за телевизором на диване. Вот, лучше здоровье сохранить. Парк вообще обустроен так, что тут каждому найдётся своё занятие. Занятия каждому в 45 районах Татарстана. Больше 200 украшенных к Новому году общественных пространств. Казань, Нижнекамск, Мензелинск, Лениногорск. Яркие новогодние фотографии со всех уголков республики. В каникулы заполнили инстаграм президента Рустама Мениханова под отдельным хэштегом «Парки Татарстана». Праздничные парки встречали жителей каждого района. Ведь цель этого года не только благоустройство, но и всесезонность. Уличные цирки, мастер-классы, детские праздники и концерты. Большая программа «Зима в парках» принесла в крупные города 30 разнообразных мероприятий на все дни каникул и на все площадки. Главными любимцами стали французский театр «Ремю Минаж». В эти дни отдых в парках предпочли сидению дома 150 тысяч человек. И это только в Казани. Лена Зинатульна, Марат Зайдулин, ТНВ, Татарстан.